Книга «Открытый моком» том 8. Тема природа. Вопрос 2012. Господь дал заповедь наполнять землю, расселяться на ней, обречь себя сидеть в скрытом месте, разве это не вопреки природе и требованиям организма, и по велению Христа идти до края Вселенной с проповедью о его спасении, отвечает Игнатий Тихонович Варкин. Провозгласив иночество, затворничество и молчальничество, вершины в деле спасения шли к этой цели, подминая все требования Писания, Божьей природы и естественных безгрешных нужд организма. Все это все такие мелочи пред величием затвора и молчальничества, сиди и карауль стены. Слыша это, вы так и не поймете, что нам на Русь принесли не евангельскую веру, а монашескую выдумку царства от попов и иноков, а не царства Христова. С этим мы и сегодня у реки Вавилонской сидим, и пусть враги у нас не требуют песни, о которых мы и представления не имеем, что это за песни Сиона. Песни Сиона это песни свободных, а не рабов. Мы же в Русской Православной Церкви никогда не были свободны. Все было с первого дня подмято под кострявую руку монашества, лишенного радости семейной и природной жизни. «Они за эти слова будут лютовать и анакиматствовать меня. Но что до того, лишь бы люди полюбили Библию и Христа?» Иоанна 21,17 говорит ему в третий раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец моих». От того, любишь ли ты пасти овец Христовых или нет, будет на суде Божьем в ответ. И ответ, любил ли человек Христа? Не от того, сколько дней ты не ел, ставя рекорды иноческих подвигов с бисером детства. Сколько лет человеческого лица не видел, но пас ли анцев? И три раза спросил Спаситель. И это так опечалило Петра. А если бы сидели рядом все монахи, что были от первого до антихристова, то на эти слова Христа за тысячелетия сказаны им миллионы раз. Опечалились ли вы о ней? Так не поздно же раскаяться в прошлых и нынешних запорах. И распустить монастыри на дело проповеди. Монастыри нужны. Хорошо быть неженатым. Но не нужно связывать никого ни одним обетом. Просто жить в братстве, в Христовой любви. И если кто-то надумает жениться, то с миром его отпустить и благословить. Пусть идет и избирает путь семейной радости и скорной жизни, а не разжигается со всей, со своей красотой, разрушая себя и соблазняя столетия. Серафим Исаровский. День памяти 2 января. Отец Серафим приказал себе сказать «Стыдно тебе столько лет, сидевши за дворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи, что святая Богородица вели тебе здесь оставаться». Молва о святой жизни Серафима в то время распространилась уже по России. «Не я, так кто? По зарослям крапивы пройтись косой, несчадно, нещадно обжигаясь. Да, знаю, не герой и не такой красивый, что где не так, прошу прощения, каюсь. Но кто их обличит, когда они варганят, из ахинеи варят и подливают уксус? Истину в загоне посмели испоганить. Не я, так кто облает и укусит? Чем смелым выскочкам обычно угрожают отнять, размазать, утопить в дерьме, детей украсть? Зачем же нарожали? Свободу, всю свободу обрету в тюрьме. Там неответственность за все их беспорядки. Диплом забудь, задолженности держи. С опасностями в рукопашной не играйте в прятки. Свободу возлюби. А это разве жизнь? Трамбует по мозгам то президент, то мент, сатраб-патриарха, каблук или клавук. Не я. Так кто осветит сей момент? И ты уже не раб, но Иисусу друг. Что из того, что даже и отлучат, раскольникам, сфектантам, возвысят, перекрестят? В любой позиции нам многократно лучше и со своим талантом, и на своем я месте. Священники и епископа боятся, как огня. Растрига сделает насилуя нещадно. А я не помню. И должность у меня, как тот щукарь с хитринкой безглашадной. И епископы, они трясутся пред синодом, лукавят, лицемерят, в святейшеству ласкают, протопают, сгорбатят. И только задним ходом выходит лаять мне, хватать их всех, а скалить. Не я, так кто? Глашатаем писание в открытый бой, из Библии открытой. В богатстве чавкают, уткнулися носами. Кто оторвет дебилых от корыта? 31 августа 2003 года Игнатий Лапкин.